И стол хоть более-менее нарядный. Так, добрый день, уважаемые зрители «Панеты Взюдо». Нашего канала. Мы снова рады видеть вас в этот добрый час. Роман Карасев, Влад Макаров, Мстер Маликов. Здравствуйте. И наши субботние беседы о боевых искусствах и разном. И тема. Сюрприз, кстати, мы не знаем. Мы не знаем, мы вообще никогда ничего не знаем. Тема дня. Так бы реферацию оставили. Она, кстати, я и много думал о ней. И вот она. Эта тема навеяла, ну как бы идею темы, навеяла одна песня. Группа «Воскресенье». И идея в том, значит, там пилась так, делай свое дело. И вот тема «Делай свое дело». И хочу уважаемых моих, хотел сказать, собутыльников, собанщиков. Собанщиков и соразмышлителей. Эй, мы не думаем, мы размышляем на самом деле. Делаем некую такую гимнастику ума. Не пытаемся стать чемпионами в этой области. Мы уже там чемпионами. Как я понимаю, вот мое такое мнение, что делать свое дело, это означает, что человек должен владеть каким-то ремеслом. Определить какое это ремесло позволяет ему, его какая-то предрасположенность по жизни. То есть, где-то он чему-то учился, либо родители ему к чему-то помогли выбрать какое-то ремесло. Он этому ремеслу научился и в конце концов начинает делать свое дело компетентно, с пользой для общества. Это, наверное, одна из важных... Один из главных критерий. Один из главных критерий. Он делает это не потому, что это ему приносит выгоду, а потому, что это приносит пользу, не выгоду, а пользу обществу. И он делает это дело, еще раз, компетентно, с пользой... Он компетент, потому что он ремесленник в этом. С пользой для общества, который окружает его в разной степени отдаленности. И, в конце концов, это дает возможность, ну, наверное, такого вот гармонизации. Ну, как это модно сейчас говорить, там, гармонию, нахождение в некой гармонии в житии, бытие. Вот. Хочу... Что касается боевых искусств. Могут ли боевые искусства быть вот как раз-таки тем видом ремесла? Ремесла и как они могут настроить, допустим, на выбор какого-то ремесла или взрастить вот эти вот компетентность и общественную полезность. Вот загрузил. Загрузил. Продолжение останавливается. Короче, хорошо. Сидите спокойно, расслабляйтесь. А я, девушка... Мы же до этого говорили и все спрашивали, почему я молочил. Ты готовился. Да. И вот почему это делать свое дело навеяло меня? Ну, конечно же, окружающая среда, окружающая обстановка влияет на какие-то мысли человека. Да? Как бы мы не пытались от них абстрагироваться, все равно это как-то... Ну, внешняя среда как-то... Ну, ты идешь, ты не можешь быть оторван от жизни. В любом случае, я как-то пытаюсь... Ну, не пытаюсь, а жизнь, она есть, она течет. И я в любом случае замечаю, что что-то происходит. И я не могу сказать, что... Нет, я даже не знаю, какая у меня зарплата. Нет. Конечно же, я вижу, что происходит в жизни. И поэтому эта тема делать свое дело меня очень заинтересовала. И в том числе и то, что происходит сейчас, допустим, вообще в мире, в разных областях. И в том числе, что происходит в стране, в которой я живу и родился. Родился и живу. И в которой там делаю свое дело. Настолько, насколько это возможно. Вот. Или все-таки не делать свое дело, и будь как будет, и вообще можно делать все, что угодно. И приносит ли это пользу общественную, никого не волнует. Явно вторая альтернатива не поощряется. Роман Георгиевич. Нет. Почему? Ну, может быть, и так и есть. Может быть, и так и есть. Может быть, и не надо делать свое дело. Понимаешь? Нет. Может быть, просто... Знаешь, можно делать свое дело, я так предполагаю, но абсолютно не имея ремесла к этому делу. То есть, не быть искусственным в этом деле. Ух ты, посмотри, получилось. Быть как-то... Ну, знаете, делать, как так сказать, делать свое дело, но не быть ремесленником этого дела. То есть, не... Нехорошо разбираться? Да. Нехорошо разбираться в этом деле. А ты делаешь его не потому, что это твое дело, а потому, что это просто приносит тебе выгоду. Самое главное, тебе выгоду, а не общую. Ты как бы делаешь это дело, потому что тебе это выгодно, и ты его делаешь. Ну, хорошо. Конечно же, это все хорошо. Прошу отвлечься и посмотреть на чудесный торт, который нам презентовал Роман Георгиевич. А для него... А, это для него, а он нам. Для него, да, для него сделала его супруга Татьяна. Подождите, я попробую. Она сделала для наших банных посиделок. Она сказала, вы же там сидите. Спасибо большое, Татьяна. Да, у нас на один просмотр больше будет. Татьяна, правда, лайк за вас, лайк. Пожалуйста, значит, господину слева слово. Он как хозяин места, пожалуйста. Про дело свое дело, что мне нравится. Вот этот закон-то есть 80 на 20. То есть, если кто-то занимается, то 20% эффективно занимается, а 80% нет. Ну, и проработник. Закон Парета, кажется. Парета, да, 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 так он называется. Мне он очень тоже понравился. И тогда, если ты куда-то в какое-то дело погружаешься, да, тебе нужно стремиться из 80% перебраться в 20% лучших. Лучших в своем деле. В своем. Правильно? Мы же не конкретизируем какое-то оно. А дальше, когда ты 20 превращается в 100%, и тогда надо тебе из 20% попасть в эти 20%. Это 4% получается самых лучших. И тогда у тебя получается цель и какое-то движение. И это здорово. То есть, ты нарабатываешь компетенции с помощью чего? С помощью старших товарищей, с помощью знаний, с помощью интернета. Но, опять, мы на том занятии говорили, что знания – это потенциальная сила. И сила только становится, когда применяется. И поэтому ты узнаешь, применяешь, узнаешь, применяешь, узнаешь, применяешь. Вот и все. Не, мне не надо. А столь? Я не буду брать. Роман профессионал, он уважает зрителей, скажем так. Поэтому не... И мне тоже понравилось. Если вот мы... Это Дмитрий Троцкий такой, тоже как-то общественный деятель. Очень много там собирает население, пропагандирует. И говорит, вот и в единоборствах это... Если у тебя поединок или ты в драке, и ты в ней не присутствует, думаешь, выключил ли ты розетку, чайник, то победить у тебя вообще никаких шансов нет. Ну, думаешь, не о том, что ты в поединке, а о чем-то постороннем, то нет шансов. Но это можно распространить на любой. Если мы пьем чай, то мы пьем чай осознанно, скажем так. И если вот Роман говорит, то я не должен его в полуха слушать, а направить все свое внимание на него. Все, что он говорит. Уловить интонацию. И тогда он, мой мир, заиграет просто красками, и будет больше присутствия в нем, больше осознанности. И Роман тоже, как Роман говорит, делает свое дело из нужды. Ну, это же не хорошо и не плохо. Но делает, ну, как может. Сейчас. Но если у него есть вектор развития, и опять про состояние... Нет, ты говоришь, и делает, и делает как может. Так вот, вот одна из, мне кажется, таких, как говорится... Как смог. Как говорится, туфиковых вещей. Ничего страшного нет. Когда люди зачастую делают дело абсолютно... Абсолютно... Абсолютно не... Понимая, чего они делают. Не понимая, чего они делают. Эти люди, которые не... Человек, который не приспособлен к этому делу. Ну что, он просто вошенник тогда обещает. Так вот, я об этом и говорю. О чем? О том, что рыба, она не может летать. Ну, нет, есть... Летающая рыба. Есть летающая рыба. Но опять, это летание на какую-то часть. Это не летающие рыбы, это не птицы. То есть есть... Не живущие в воздухе. Не живущие в воздухе. Мингвины, птицы, которые не могут летать. А так и плавают. А не рыбы. Так она рыба. Но опять, у них есть свое дело. Им предрасположено вот так вести себя. И поэтому человек, который, наверное, выбирает свое дело, разбирается в нем. И старается это дело, в первую очередь, разбирается не потому, что это дело принесет ему выгоду. Знаешь, мне так тяжело не перебивать его. Но я практикую это. Ты знаешь, я сейчас почувствовал. Ладно, это я что-то не то говорю. Хорошо, давайте. Я сейчас почувствовал, что Роман Георгиевич в основном говорит про себя. Что он рыба? Или он птица? Или птица высокого полета? Нет, я не говорю про себя. Но я хочу, я же не могу сказать так, а вот есть один чувак, вот он такой вот. Но я проецирую в свою сторону, чтобы понять, чем я занимаюсь на самом деле. А может быть, я делаю не свое дело? Ну и что? А что? Если ты делаешь, то оно уже твое. Ты им занимаешься, значит, ты его к себе присваиваешь. Это вот иллюзия присваивать деяло, моя ложка, твоя ложка. Пользуешься ты ей, на данный момент она твоя. Ну, в моменте. Мы же про момент говорим. Правильно сейчас? И ты говоришь, вот он занимается, но у него нет компетенции. Ну ничего, на этот год нет, на следующий появится, скажем так. Через 10 лет его не имеют. Да. И через 10 лет он, да, у него появятся все необходимые компетенции. Но там ревновать к этому, что вот у него вот так вот он. Поэтому по рукам убьют. Ты пока, люди и начать-то не могут ничего, потому что пока я не куплю кроссовки, я не буду бегать. Потому что вот эта некомпетентность, и человек, который еще не в своем деле, или это не его дело, не его внутренняя составляющая, он просто не может этим заниматься, потому что... Не может. Я тебе сейчас объясню, почему не может. Потому что таким образом он может, как-то, есть такое выражение, наломать дров. Ну и что, понимаете? Ну конечно, ну и что. Я... Простите, Влад, пожалуйста. Так он очень хороший, не тактичный человек. Я сегодня дров наломал, все хорошо. Принимать гостей шикарно. Гости просто шикарные. Ром, это понятно. Все вообще хорошо, на самом деле. Он и в моменте. Ну не может он. И сколько судеб таких? Это не твое, туда не лезь. Это не дело. Можно уточнить. С детства. Все ли мы в единое в том, что если мы говорим о ком-то, рассуждаем о качествах, о компетентности, о некомпетентности, о целесообразности или нецелесообразности занятия тем или иным делом, мы можем рассуждать только о себе. Или мы можем такое мнение активно высказывать? Мы можем приводить примеры, допустим, кого-то. Но не с точки зрения... Цель направлена на себя, или вот, например, я могу рассуждать о тебе, тем ли ты не тем занимаешься. Либо я могу просто, рассуждая о себе, и должен, в принципе, решать вопросы, связанные с собой, если они направлены на некий критический взгляд. Нет, критический взгляд ты можешь и как к себе давать, если ты можешь его дать. Да. Да, но зачастую люди не могут дать критический взгляд к себе. Не могут. Потому что они не могут иметь себя со стороны. Но наше мнение... А наше мнение, мы можем привлекать свой взгляд по отношению к другим людям, чтобы оценивать их. Но это опять наше субъективное мнение будет. Но тема нашего сегодняшнего разговора, она говорит о своем деле, вот ты о своем деле. Нет, 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 просто делай свое дело в общем понимании. Каждый человек, не то что я делаю свое дело, тема такая, делай свое дело компетентно, с пользой для общества, для гармонизации. Но если ты ставишь такой вопрос, это на самом деле крупнейший вопрос. Мы... Самоопределение. И как Влад сказал, и действительно Влад это сказал, важен понимать, о каком моменте мы говорим. Если речь идет о жизни человека и о его предназначении делать свое дело, например, в части тхармы или профессии, предназначения, кто он там, торговец, управленец, философ, либо ремесленник. Ремесленник, но я ремесленник не в том смысле, о котором ты говоришь, а в смысле рабочий человек, не предприниматель, не торгаш, то мы должны понимать, что это отрезок длиной в жизнь. Жизнь, хотя она и короткая, но находясь в настоящем моменте, она как бы достаточно длинна. И вот человек родился, да, он пока еще, у него есть внутренние предпосылки тем или иным заниматься, да, но мы еще не понимаем, он некомпетентен ни в чем, да, то есть если с ним сравнить. Потом мы берем атлеток, через пять лет опять, блин, некомпетентен, раз еще пять, вообще хуже меня, ну, например, или кого-то другого. Понимаешь? И вот ты раз срезал какой-то момент, сделал выводы, что он некомпетентен ни туда полез, если мы о другом человеке говорим. А он через десять лет расцвел, он вообще гуру, вообще мощный. А ты уже его как бы десять лет считал балбесом, да. А он в этом время работал. А получается, что... Как угодно, Рустен, давай, ты обкрути с разных сторон. Делай свое дело, вот тем. Ты можешь обкрутить с разных сторон. Понимаешь, здесь вопрос в том, что делать свое дело, вопрос, как и нам нужно, как и в отношениях, как и во всем, нужно понимать свои предпосылки, да. И вот как бы по философии не улучшать свои слабые качества, да, дотягивать их до общего среднего, а развивать свои сильные качества, да, которые тебе предназначением, предыдущими судьбами, родителям, воспитанием даны, да. И ты должен узнать, в чем твои сильные стороны. Да, ты должен пробовать себя. Говорят, нет неталантливых людей. Есть талантливые люди, которым не открыты просто те области, в которых они должны открыться. И получается, что задача родителей, общества и самого человека, как бы максимально познать себя, да, чтобы увидеть свои сильные качества, да, свои, как бы, предназначения. И выбрав уже, то есть вот этот процесс выбора, он может быть разным. У тебя, например, ты сразу, вот я сразу, там, в детском садике начал со всеми бороться. Мне говорят, ты что, занимаешься борьбой? Я говорю, а я не занимался. Я говорю, да, я занимаюсь борьбой. И я просто сейчас задаю себе вопрос уже, да, а если бы меня спросили, а как называется твоя борьба? Самбо, дзудо, классическая, да, вольная, там, да. Что тяжелое. Я не знал таких слов вообще. Ты знаешь, что борьбой? Я говорю, борьбой занимаюсь. Хотя вообще не занимался. Да, и я, как бы, вот откуда это все, да, просто какой-то вот внутренний тяга, предназначение, со всеми боролся. Я, например, не мог никого ударить, то есть у меня не было такого стереотипа, вот ударить кого-то. У меня был стереотип повалить, схватить, как бы, да, то есть борцовские такие навыки. Откуда? Знаешь, есть какие-то вот предпосылки. Да, то есть вот я изучал себя, там, и потом вот отец это заметил, через два года меня отдали, там, я начал заниматься борьбой. Вот, получается, а вот у кого-то, например, такое раскрытие, да, явное, тех или иных, как бы, задатков, может произойти там только в зрелом возрасте, да, люди начинают бороться. И вот у нас есть примеры Ципурского, да, всеми глубоко уважаемого человека, да, он, кажется, рассказывал, что он поздно начал. Восемнадцать лет. Восемнадцать лет он, и став там чемпионом и так далее. То есть никогда не понял. Да, одним из, там, таких вот, кругольных таких личностей, да, вот в развитии самбо. Поздно начал, поздно понял, что он предрасположен в борьбе, да. Получается, у всех пути разные. Например, у меня было раскрытие раннее, но я, как ранний цветочек, и, как бы, распахнулся быстро, там, шестнадцать лет мастер спорта СССР, но в двадцать один год я уже не боролся. То есть последние мои соревнования были в двадцать один год, в двадцать два года я уже не боролся, да. То есть я, как бы, развел и завял. И вот, как бы, на этом, как бы, шлейфе, вот, у меня, как бы, некие, такие, вот, понимания, что я, там, борец, там, и так далее. То есть цветочек раз, раз, а у Цепурского, получается, он, там, расцветал долго. И только, вот, сейчас ему восемьдесят пять, ты берешь у него интервью, да, а он, как бы, разбирается в борьбе лучше всех нас. Он, там, он, вот, в девяностых уже, да, девятый десяток идет, а он, как бы, продолжает цвести этот цветок. И, получается, вопрос внешнего наблюдателя о компетентности того, то есть не себя, а другого, он, как бы, некорректен. Понимаешь? Потому что ты можешь, как бы, своим мнением, если оно авторитетно для этого человека, ты можешь его, как бы, ну, его исказить, его самооценку ему, ну, навредить. Вот, поэтому, получается, что вопросом развития личности, да, и предназначения, ну, люди должны только помогать, да, то есть и сам человек уже судит, там, да, нет, иду дальше, там, и можно стать, как бы, хорошим, как бы, хорошим мастером, как в двадцать лет уже ты мастер, да, ты лучше всех. Ты можешь стать в пятьдесят лет только хорошим мастером, понимающим все искусство, да. Поэтому, вот здесь, вот, как бы, говоря о твоей теме, получается, очень важно понимать, в какой момент времени, да, вот, как, опять же, я возвращаюсь к ведической мудрости, которая говорит, что три момента. Время, место, обстоятельства. Получается, вопрос времени, он на первом месте, он ключевой, когда мы делаем выводы о том, что человек занимается тем или тем. И для того, чтобы не допустить ошибки и не навредить, да, как вот все доктора, да, вот, получается, можно, если хочется именно так рассуждать, то обращаться только в отношении себя. Вот я, как бы, или я скажу, Ром, вот скажи, вот, мне просто хочется ответить на вопрос для себя, а ты мне подскажи, вот, тем я занимаюсь или не тем. Вот, если я это на тебя попрошу, потому что у меня внутренняя есть потребность, да, себе ответить на вопрос, ты, как бы, включаешься в эту тему, только по моей просьбе. Потому что, я, как бы, считаю это авторитетично, твое мнение интересно, я, как бы, нюансов не чувствую, а ты со стороны, вроде бы, чувствуешь, да, я тебя прошу. И получается, что здесь человек именно сам должен отвечать на эти вопросы, что, да, я хочу быть в чем-то, реализовываться, раскрыться, да, человек, есть потребность раскрыться в чем-то, в профессиональном деле каком-то, да, общественно важном. Да, и он, как бы, выбирает сначала, да, потому что же можно, есть же такие поговорки. Сейчас можно, ты сказал общественно важным или общественно полезным. Ну, важный, полезный, я синонимы для себя делаю. Вот, и получается, что есть же такие поговорки, как бы, народная мудрость, что лучше идти, там, ярко, коротко по своей дороге, да, чем долго и нудно, там, я немножко интерпретирую, по чужой дороге. И получается, что человек, прежде чем, как бы, встать на свою дорогу, да, он очень долго, долго, долго должен, как бы, выбирать. И вот этот путь человеческой жизни, да, в котором есть вот этот участок, когда человек выбирает, по какой дороге идти, профессиональный, то он, скажем так, глубоко личное дело каждого, да, глубоко, ведь, вот я глубоко личное дело каждого, как бы, да, и вот здесь вот я, как бы, паузу хочу сделать, если человек хочет найти эту дорогу. Ведь есть некоторые люди, которые, может быть, в силу иногда чьего-то важного мнения о его некомпетентности загубили желание раскрыться и найти дорогу, найти дорогу, да, или сказать, что ты здесь вообще, ты знаешь, вот я просто хочу сказать, при уважении ко всем моим тренерам, и это детское такое воспоминание, да, что вот, когда, например, там, оценивали мальчиков, девочек, там, ну, который борется, там, да, и...